Балет Безжалостные закулисные воины Плетутся интриги Ломаются судьбы Почему народного артиста Советского Союза Марис Ильепу Со скандалом выгнали из Большого театра? Отец был очень независимой фигурой Всегда говорил правду На что приходилось идти богине русского балета Майи Плесецкой Чтобы отстоять свои главные партии? У него был зампредседатель КГБ Бабков Он был ее поклонник Он ей коробки конфет, дарил цветы Что стало причиной многолетней вражды Между двумя гениальными балеринами? Улановой и Лепешинской? Они из Лепешинской сидели в одной гримуборной Годами с этой Лёлей Они не разговаривали Почему прима-балерина Кировского театра Наталья Макарова Сбежала из страны? Кто-то бежал из-за репертуара, кто-то Но я не верю, что это были только политические Как Анастасию Волочкову выживали из Большого театра? И что на самом деле стало причиной ее увольнения? И прихожу в гримёрную, обнаруживаю, что с моего костюма «Чёрного лебедя» Сняли все украшения, всю отделку, все срезали И превратили эту пачку просто в чёрную, облезлую Хрупкие и воздушные на сцене За кулисами танцовщики ведут ожесточенную схватку За главные роли, признание и славу Одного таланта здесь недостаточно Чем приходится жертвовать артистам? Чтобы снова и снова выходить на большую сцену И есть ли победители в этой закулисной войне? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весной 1982 года народный артист СССР Марис Льепа Как всегда пришёл в свой родной большой театр Показал пропуск, что может быть обыденнее Вахтёр посмотрел на него хмуро и пробурчал Невелено! Поражённый Льепа пытался спорить Напомнил о высоком звании, о годах службы Взгляд вахтёра ничуть не изменился Невелено! Отставной чекист отобрал пропуск И выставил народного артиста за дверь Марис Льепа проработал в Большом театре более 20 лет Природа не снабдила его особыми балетными данными Славой и успеха танцовщик добивался изматывающим Маниакальным трудом За два десятилетия в Большом Льепа станцевал весь классический репертуар Заслужив звание величайшего артиста 20 века Ему нравилось быть сильнее других Несмотря на то, что, например, данных у него не так много было Каждый вечер после репетиций он нас вывозил ещё на Линьские горы Тогдашние, теперь это Воробьёвы, бегать И ещё минут 45 час бегал Пика карьеры Марис Льепа достиг в середине 60-х годов прошлого века Работая в дуэте с Юрием Григоровичем Худрук и абсолютный монарх Большого театра Создал специально для артиста партию краса в балете «Спартак» Благодаря этой роли звезда Мариса Льепа поднялась на небывалую высоту «Спартак» вообще просто их сблизил настолько, что в нашей квартире на Брюсовом переулке Юрий Николаевич и Марис как бы сочиняли партию краса Критики называли Мариса Льепу героем в любой роли И всё же именно роль краса стала главным его достижением За неё в 1970 году артист получил Ленинскую премию Роль краса после моего отца никто не повторил Никто, не один Я не могу забыть это впечатление, когда открылся занавес в «Спартаке» И вот та же самая огненная энергия, которая хлынула на меня Самыми плодотворными в работе с Григоровичем для Мариса Льепа были первые 6 лет А потом в 70-х отношения между танцовщиком и балетмейстером дали трещину Отношения складывались с солистами довольно сложные, очень сложные Это и те, кто, все, кто танцевал у него в спектаклях Сначала это было всё очень здорово, но потом они все становились звёздами Они становились великими артистами И эти великие артисты хотели чего-то другого Марис Льепа мечтал о больших звёздных ролях Однако после краса он станцевал лишь 4 новые партии Юрий Григорович, который в своё время зажёг его звезду Практически отлучил артиста от сцены Причина конфликта между танцовщиком и балетмейстером Долгие годы оставалась одной из главных интриг за кулисья Большого театра Первой жене Мариса Льепа Одной из самых выдающихся балерин 20 века Майи Плесецкой Тоже приходилось отчаянно бороться за право танцевать главные партии В феврале 1972 года, чтобы отстоять новый балет «Анна» по роману Льва Толстого Она вступила в схватку с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой Тогда это вызывало протест просто с той точки зрения, что это Толстой Толстой – это святой Как его можно вообще балет где надо ногами всё изображать и ноги задирать И вообще балерину наверх куда-то бросать Министр культуры часто посещала генеральные репетиции в Большом Балет – дело государственное Анна Каренина в исполнении Плесецкой Фурцеву возмутила Откуда эта буржуазная эротика? Каренина буквально в неглиже валится на Вронского Это возмутительно И недостойно советского балета Плесецкая пыталась возразить Приводила примеры из своих предыдущих спектаклей Время было другое Сейчас бы придирались к каждой её позиции До сих пор придираются, есть сумасшедшие, которые кричат, что тут она не так встала, там она не так прыгнула, там и так далее Но тогда дело в том, что чудо Плесецкой было так же, как и чудо Анны Павловой Они опережали эстетику на 20-30 лет Но Фурцева непреклонна, а её вердикт однозначен Над балетом ещё работать и работать В этом сезоне премьеры не будет Однако участники и создатели спектакля сдаваться не собираются Майя Плесецкая и её супруг, композитор Родион Щедрин, несколько месяцев трудились над постановкой Прима Большого сама ставила партию Анны И отступать не в её правилах Родион Ксатин Щедрин написал вот несколько спектаклей, музыку к нескольким балетам Специально для Майи Михайловны Плесецкой Это была и «Дама с собачкой», и Анна Каренина Это были такие очень интересные работы её, очень интересные работы Они в то время, конечно, были своего рода экспериментальны В театре гадали, что будет дальше Зная упрямый характер Плесецкой, многие полагали, что она не смирится с закрытием спектакля Отправив на свалку истории полгода напряжённой работы Она всегда на нерве, она всегда, у неё амплитуда очень большая, от хорошего настроения до плохого Она очень резкая бывала временами, но это женщина вам Женщина, которая всегда оставалась во всех ситуациях женщиной И требовала к себе такого отношения Плесецкая не сдалась Она обратилась напрямую к секретарю ЦК, отвечающему за культуру, Петру Демичеву Заручившись при этом поддержкой не менее влиятельной фигуры Понимаете, чем дело? У неё был зампредседатель КГБ Бабков Он был её поклонник Он ей коробки конфет, дарил цветы, понимаете? Поэтому все вопросы КГБ она решала, просто не выходя из своей квартиры И, о чудо! В Центральном комитете партии Майю Плесецкую поддержали И причиной тому стали не только влиятельные покровители Но и огромный международный авторитет Балерина была одним из главных советских брендов Это грандиозное имя Это имя мировое, понимаете? Во всех уголках земного шара, куда бы ни приезжал большой балет Достаточно было сказать «Плесецкая», да? И все «О!» Это восторженный тасызмах руками, да? «О! Балет! Русский балет! Плесецкая!» В тот же день директору Большого театра Юрию Муромцеву Позвонили и посоветовали впредь не чинить препятствий в репетициях Анны Екатерине Фурцевой оставалась лишь в недоумении развести руками Против воли ЦК она пойти не решилась В субботу 10 июня 1972 года в Большом была грандиозная премьера Анны Каренина Появились, так сказать, и дальнейшие спектакли «Чайка», появилась «Дама с собачкой» Это все спектакли, которые появились как бы вопреки, знаете, вот сладость победы тем больше, когда нужно что-то преодолевать Особым расположением властей пользовался и Марис Лиепа Попав в Москву, он стремился обзавестись нужными связями Танцовщик лично поздравлял с праздниками жен высоких руководителей Посещал закрытые приемы в министерствах, ухаживал за влиятельными дамами И даже пользовался особым расположением дочери Лянида Брежнева Галины В Большом театре были свои министерства, там, знаете, вот поклонники, которые так кучковались все И, значит, одни любили одного артиста, другие другого Ну, сколько интересных историй можно рассказать об этих людях, да? Особенно, если это касается там или поездок, или амурных дел Конечно, Лепа был уверен, что он лучше Василия Василиев явно был уверен, что лучше Лепа Естественно, каждый пользовался связями Ну, кто из нас сегодня не пользуется какими-то связями Связи в высших кругах и непростой характер великого танцовщика Художественного руководителя Большого не страшили, а явно раздражали И это становилось все очевиднее Доведя гримеров до нервного срыва и получив необходимый заряд энергии Артист буквально влетал на сцену И зрители замирали в восхищении Такие бурные вспышки тоже были частью большого шоу, в которое он превращал свою жизнь В Большом театре у всех сложный характер Я не помню ни одного артиста, который был бы в такой первой обойме, у которых бы был легкий характер Он латыш, поэтому характер очень такой стойкий, нордический Народ маленький, но очень независимый В театре Марису Лиепи многие завидовали А некоторые, что уж греха таить, побаивались его Но Юрий Григорович – человек неиспуглива Связи в высших кругах и склочный характер великого танцовщика Художественного руководителя Большого не страшили, а явно раздражали И это становилось все очевиднее Циатр полон всяких противоречий и интриг Я когда-то с отцом говорил и спрашивал его, что случилось Почему как бы разладились отношения с Юрием Николаевичем Он до конца так и не понимает, в чем как бы вот такая основная причина противоречий Романтические отношения с Галиной Брежневой тянулись пять лет И Марис был неприкасаемым А потом ему припомнили все И звездную болезнь, и неучтивость, и пропуски репетиций Для Григоровича, как ни странно, отношения личные Они как бы не были первостепенными Он всегда смотрел на творческую составляющую в первую очередь Но когда уже они заходили в тупик, то дальше уже он козирог Поэтому, знаете, козирог это такой знак, который как бы до какого-то определенного момента терпит А потом, когда он выключается из розетки, все, дальше ничего невозможно сделать Марис Леяпа почувствовал эту железобетонную волю худрука сполна На собственной шкуре Несгибаемый характер Без него пробиться на вершину балетной славы практически невозможно Впрочем, далеко не всякая звезда сцены Находит в себе силы переносить тяготы судьбы молча Не опускаясь до закулисных интриг и разборок Великой танцовщице прошлого столетия Галине Улановой Это удавалось всегда Галина Сергеевна была просто очень скрытный человек Я думаю, что во многом от того, что она все-таки выросла в определенный период истории российской действительности Ноябрь 1945 года Большой театр готовится к премьере Балет «Золушка» обещает стать настоящей сенсацией Ведь в главной роли Галина Уланова Та самая, что еще до войны блистала на сцене Кировского в Ромео Джульетте на музыку Прокофьева Алина Сергеевна тогда Уланова, она поразила Она, конечно, поразила Джульеттой Мир, может быть, тогда и не видел такого слияния Вот танца с проникновением внутрь образа Это была танцующая драматическая актриса Сергей Прокофьев, восхищенный талантом Галины Улановой И, как поговаривали, тайно влюбленный в балерину Написал музыку к балету «Золушка» специально для нее Но эту роль также репетируют Ольга Лепешинская и Раиса Стручкова Не менее выдающиеся балерины того времени Послевоенный театр был репертуарным И артисты нередко заменяли друг друга Каждый день новый спектакль Другой, 50 названий Это огромное количество Это надо было постоянно быть в форме и знать свою партию Вот, поэтому, конечно же Вот здесь у нас Лепешинская, в этом Уланова Здесь у нас Семенова Вот, поэтому, конечно, вот они, как бы, так сказать, между собой делили определенный аплуа Уланова упорно работает над ролью Готовится к премьере Поскольку уверена, первую «Золушку» станцует именно она Однако тревожное чувство не покидает балерину Странные взгляды коллег Лепешинская, которая просто сияет от счастья Неужели придется уступить главную партию кому-то другому? Лепешинская была одна из самых интересных, самых ярких Настоящая московская балерина С темпераментом, с игровым началом Вообще вся лучезарная, кипучая энергия и так далее, так далее, так далее В отличие от Ольги Лепешинской, Уланова в Большом театре человек новый Звезда, которую не ждали Рассчитывать на поддержку балерине не приходится Да и просить о чем бы то ни было она не привыкла Она прекрасно понимала, кто она есть Ей очень стыло, ей нравилось, что она на пенестале Ей нравилось это, но она это никогда не показывала Большой разделился на два лагеря Коллеги, да и сам постановщик «Золушки» Ростислав Захаров были за Уланову Считаю, что именно ее манера, пластика и талант Как нельзя лучше подходит для главной роли Однако дирекция театра настаивает На премьере должна танцевать Лепешинская И на то есть веские причины Ольга, любимая балерина самого Сталина Сталин, в отличие от очень многих балет Любил и часто посещал балетные спектакли Понимаете, закулисные дела, как близки они были Это я вам не могу сказать Никто из них не написал мемуары Это тоже о чем-то говорит Понимаете, ни кто, ни Уланова, который уничтожил себя в своей бумаге, да? Ни Ольга Васильевна Лепешинская и так далее Уланова выяснять отношения не любила Все обиды и несправедливость переживала молча За это коллеги называли ее «великой немой» И на этот раз балерина молчала и продолжала репетировать Жизнь, она сдержанная, но я думаю, что внутри у нее вулкан Это мое мнение Мы готовили только один спектакль, не больше с ней Ну, впечатления какие-то грандиозные Незадолго до премьеры Галину Сергеевну вызвали в дирекцию театра Фактически на оглашение приговора За ложку будет танцевать Ольга Лепешинская Так решил Сталин лично Надо ли говорить, что с мнением вождя народов Никто не посмеет спорить Уланова выдержала удар с достоинством Это жизнь Понимаете, если выбрали не эту профессию То, извольте, переживания, эмоции и так далее Вне сцены, ну, именно лично А сцена – это сцена, это святое Премьера «Золушки» состоялась в 1945 году На сцене блистала Ольга Лепешинская Уланова, как всегда, промолчала Ни разу не упрекнув соперницу Она высокой культурой была Человек прям видно, да? Видно по всему И то, как она говорила И немножко так приглушенно по голосу Всегда тихо Всегда тихо Пройдут десятилетия И к концу жизни Уланова и Лепешинская помирятся В дневниках Лепешинская признается Партию «Золушки» на премьере Я выхватила у самой Галины Улановой Но по таланту мне до нее далеко Уланова действительно была гениальной Я никогда не ставила себя вровень с ней Они с Лепешинской сидели в одной гримуборной Годами с этой Лёлей Они не разговаривали На старости лет прорвало Она могла вот здесь сидеть, в этом углу Она могла с ней три часа разговаривать по телефону С годами Марису Лепе становилось все труднее танцевать Практически после каждого выступления Он выбегал за кулисы еле живой Вымуштрованная тренировками тела Повело себя предательски Лепе был вне себя Дневник фиксирует состояние, близкое к панике Я задыхаюсь, лежу ничком и давлюсь Меня чуть ли не рвет Понимая, что достиг критического для танцовщика возраста Лепе из последних сил пытается отстоять Право парить над сценой И царить на ней Тщетно Отец был очень независимой фигурой Всегда говорил правду И послушается руководство Всегда имеет свои мысли И всегда его мысли Всегда доходили до артистов Гораздо лучше, чем мысли руководства То есть я тоже понимаю Что стало проблемой Вот этого ухода Из театра Григорович не преклонен Лепе не дают главные роли А те партии, которые предлагает худрук Танцовщик считает неприемлемыми для своего статуса Договориться не получается Лепе Потрясающая Планета Просто планета Но эта планета хотела к себе внимания Эта планета считала, что нужно уже делать вот так Этой планете было тесно Да Находиться в театре Но в этой планете есть одно солнце Григорович Да И надо было решать вопрос И так далее Лепе пишет статью в газету Правда Резко критикует и хореографию Григоровича И его руководство Труппой Этот поступок станет в карьере звезды Роковым В другом всемирно известном театре Мариинском Тоже кипели нешуточные страсти Я посмотрел, кто основные интриганы Оказывается, те, кто приехали из Санкт-Петербурга Да, они выдающиеся танцовщики Они и балерины Но тем не менее Вот тот, кто много возмущения Посказывал Это как раз были из Санкт-Петербурга В 1969 году Когда Мариинка называлась еще Ленинградским театром Опера и балета имени Кирова На его сцене блистала целая плеяда Замечательных танцовщиков Однако эксперты признавали Первой среди равных Несомненно была Наталья Макарова Наталья Макарова, конечно, общепризнанная балерина Конечно, в мире Я помню Я еще Я, в общем, конечно, еще молодой совсем был Но уже на слуху Вот были имена Которые танцевали в Кировском театре Значит, опять-таки повторяю В Мариинском теперь Это было поколение И тот же Нуреев, Макарова, Соловьев, Сизова И это были настоящие артисты Блистательные артисты Главная партия Толпы поклонников Но признание не приносит Макаровой Нетворческого удовлетворения Ни радости Поскольку за кулисами театра Не стихают настоящие войны Зависть, конкуренция Засилье, идеология Как творческому человеку выжить В этой душной атмосфере Как обрести свободу Унгарский характер Макаровой Проявлялся еще в балетном училище К выпускному спектаклю Она готовила ПДД из Жизеля И решила подкорректировать хореографию Педагоги в приказном порядке Запретили вольности Однако на сцене Мятежница все равно Исполнила роль по-своему Это никакая не борьба Потому что ее тело Это свет И только свет Если она на сцену выходит И этого света Она не передает Зрительный зал Спектакля нет Когда известный балетмейстер Игорь Чернышев Предложил Макаровой Главную партию В экспериментальном Одноактном балете Ромео и Юлия Танцовщица была счастлива Это было что-то новое Необычное Глоток свежего воздуха К тому же трагическая роль Юной влюбленной Была ей близка Но новый балет До премьеры не дожил Эксперимент не понравился Худруку Керовского театра И спектакль запретили Для Натальи Макаровой Это стало последней каплей 4 сентября 1970 года Во время гастролей в Лондоне Танцовщица решилась Сейчас или никогда После спектакля на лондонской сцене Макарова едет в гости К своим английским друзьям Никто в трубе не подозревает Что в гостиницу Танцовщица не вернется Мы только жили вот слухами А вот говорят А вот, знаете, как народе говорят Что вот они Вот что-то не состоялось Что-то так Ну может быть желание Выйти вот за границы Чего-то вот нашего, да И потворить там на Западе Потому что считалось Как бы, что там больше свободы С точки зрения творчества Бегство вызвало шок Не только в трубе Кировского театра Семью Макаровой Ее мать, отчима и брата Чуть не каждую неделю Вызывали в КГБ Угрожали, запугивали Требовали уговорить Беглянку вернуться Но к мольбам родных Балерина осталась безучастной Ей казалось, что все эти жертвы Не напрасны Ведь впереди долгожданная свобода И мировая слава В первые дни после побега Ее поддержал другой знаменитый беглец Рудольф Нурей Вместе с ним Макарова выступила На телевидении Исполнив ПДД Из балета Лебединое озеро Это прекрасная балерина Замечательная совершенно С необыкновенной школой С какой-то прекрасной техникой И красивая балерина Она танцевала все очень красиво И эстетика ее танца была замечательная Однако английские коллеги По цеху Приняли беглую танцовщицу Неприветливо Ведущие балерины театра Ковентгарден Где планировала закрепиться Макарова Выдвинули директору ультиматум Если эту русскую возьмут Они покинут сцену Наталью не приняли Оставался последний шанс Америка В знаменитом Америкин балэ театр Наталья Макарова проработает Долгие годы Будет искать себя в кино И на театральной сцене В том числе и на родине Куда приедет спустя много лет Уже как гости Она пришла И она сразу говорит Так что я буду играть у вас? Я сказал Есть пьеса О балерине Называется «Двое на качелях» Я ей принес пьесу Она прочитала Все И мы влюбились Другого не могло быть Но и эти эксперименты Не принесут танцовщице Того ошеломляющего успеха Которого она в свое время добилась На сцене Керовского А звезда Большого театра Марис Лиепа На долгие годы Отлученная от сцены Все-таки Станцует своего последнего краса В роковом Спартаке 28 марта 1982 года На стол художественного Руководителя Большого театра Юрия Григоровича Ложится письмо За личной подписью Министра культуры СССР Петра Демичева Согласно приказу Марис Лиепа Восстановлен в должности Солиста Большого театра Танцовщик вновь Блистает на главной сцене страны Его крас, как всегда Неистов и страстен Публика рукоплещет Однако бенефис Мариса Лиепа На этот раз Оказался недолгим Спектакль стал Последней работой Артиста В Большом Большой театр Это мекка Ничего Более желанного Для артиста Который жил В Советском Союзе Чем сцена Большого театра Быть не может А я думаю Что все Оперные Балетные Артисты Всего мира Грезит о том Это ужасно Это ужасно Это Это значит Отголоска Такой Тоталитарной Совковой Я именно говорю Совковой системы В которой Не важно кто ты Что от тебя Вытрем ноги И выкинем После убийственного Эпизода С вахтером У служебного входа Не пустившим Артиста В театр Лия позаметно Сник И отказался От борьбы Изгнание звезд Из главного театра Страны Всегда сопровождалось Большой шумихой И кто бы мог подумать Что самый грандиозный Скандал Поджидает Большой В начале 2000-х Увольнение Балерины Анастасии Волочковой Было подобно Взрыву Фугаса Большой театр Такое удивительное Пространство В котором Ни один человек Который достигал Очень большого Значивого места Не Претерпевал Каких-либо Сложностей Обязательно Что-то Происходило Что должно было Этому человеку Нанести Какой-то Урон И боль Волочкова Увалили из Большого театра В 2003 году По неофициальной версии Причиной стали Вес и рост Балерины Потому что она Якобы выросла На 12 сантиметров И поправилась На 12 килограмм Ну это бред Поэтому мне было Важно доказать Что уволили меня По другой причине Путь Анастасии Волочковой На большую сцену Был непрост С самого начала Манера Волочковой Слишком яркие Наряды И привычка Быть в центре Внимания Каждый день Будили в коллегах Чувства Не слишком достойной Великой сцены Пересудами В кулуарах Театра Дело не ограничивалось Могло всякое быть Стекло Пуант Это уж такой Общепринятый Стандарт А вот подрезать Леночка Почему бы не сделать Плохо Я же все равно лучше А она сейчас Ложанется И покажет Все В результате Волочкова Однажды Чуть было Не пропустила Выход на сцену Балет Лебединое озеро Идет Пока я танцую Белого лебедя И прихожу В гримерную Обнаруживаю Что с моего Костюма Черного лебедя Сняли все украшения Всю отделку Все срезали И превратили Эту пачку Просто в черную Облезлую Я просила У многих из них Дайте мне пачку Выйти в вашей пачке Дотанцевать уже Этот второй акт И вернуть вам ее Мне ни одна балерина Не уступила свой костюм Ни одна Однако самые серьезные испытания Ждали балерину впереди На открытии сезона 2003 года Она должна была Танцевать Лебединое озеро Но ее партнер Евгений Иванченко Неожиданно подает Заявление об уходе Накануне спектакля Волочкову Снимают с роли Далее последует Публичное обсуждение Ее внешности Увольнение Из театра И долгие суды За право Блистать На главной сцене Сама танцовщица Считает Что ее вывели Из театра Вовсе не за Отсутствие партнера Лишних килограммов Или творческих Разногласий Причиной Подоплека Этому Было мое расставание С очень влиятельным Богатым человеком И Просто Да Он сделал такой заказ Чтобы меня любыми путями Убрали из Большого театра Ну понимая Что для меня это все Суд Анастасия Волочкова Выиграла Ее увольнение Из театра Было признано Незаконным Но оставаться На большой сцене Балерина Все равно не смогла К сожалению Всегда Во всех Скандалах И войнах Побеждают Подонки Люди Как бы Которые Идут к своей цели Обманом Ложью И так далее А те Кто Идет с открытым забралом Те К сожалению Претерпевают Большие Трудности Увольнение Волочковой Стало потрясением Не только для нее Самой Скандалы Пересуды В прессе В очередной раз Бросили тень И на репутацию Самого театра Сколько грязи Вылили В Большой театр Это неправильно Неправильно Даже Что бы ни происходило В родном доме В Большом театре И мы То же самое делали И прессу Подключались Это ошибка Нельзя Это нельзя Делать Потому что Это лучший Театр страны Большой театр На своем веку Повидал Предостаточно Взлетов И падений Мало кто Из изгнанников Смог начать Новую жизнь За его пределами Даже самые сильные Духом артисты Теряли себя Увольнение Из Большого театра Надломило И Марис Алиепу Свергнутый Солимпа Лишенный Восхищенных Взглядов Публики Народный На пенсии Что может быть Унизительнее Смириться С этим Званием Лишепу не мог Как не мог И изменить ситуацию И потому Несколько лет Занимался Добровольным Саморазрушением Объяснить это Невозможно И искать Объяснение Этому Наверное Ну можно Бесконечно Просто есть Есть судьба Есть Закономерности Времени Политической жизни Ну конечно Мне грустно Как дочери Конечно я не могу Забыть трагедию Которую пережил Мой отец Когда его не пустили В Большой театр Театр Который ему отдал Жизнь 27 марта 1989 Года Мучительное Существование Великого Артиста Оборвал Инфаркт Марис Лиепа Умер Внезапно В карете Скорой помощи К сожалению Ушел из жизни Очень рано Было ему Все 52 года Мне было 26 Все говорили Рано 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 Он ушел Но я понимал Что рано Но я не понимал Насколько рано В балете Выживают самые стойкие И отнюдь Не только физически Жизненные драмы Наполняют творчество Великих Еще большим Смыслом и чувством И зритель С замиранием сердца Следит За каждым шагом Каждым жестом Артиста Не задумываясь О том Какую цену Тот платит За это Изящное Па О балетной сцене Мечтают многие А выходят на нее Лишь единицы Те, кто сумел Завоевать это право Что ж Победителей Не судят Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова